Командар, пожалуйста, приветствуйте из города Братской Любви, Филадельфия, Пенсильвания, США, Лехуан Саймон. Город американской аристократии. Был такой фильм, по-моему, 40-го года, который называл «Филадельфийская история». Ну, вот само это словосочетание означает такое великосветское общество, то есть история жизни большого света. В то же самое время Филадельфия славится жуткими, чудовищными районами, которые менее известны, чем Гарлем и Южный Бронк в Нью-Йорке. Но нравы там, как утверждают знатоки, еще хуже, хотя, казалось бы, куда хуже. Ну, тем не менее, вот Филадельфия, город Братской Любви. Ага, ну а теперь выходит Геннадий Головкин. Вот он на ваших экранах. Итак, вот в ринг вышел Геннадий Головкин. Честно говоря, не вижу я больших шансов у Лахвана Саймона в этом бою. У него приличный послужной список у Саймона. 23 победы, 12 из них нокаутом, 3 поражения, всего 2 ничьих. Вот он на ваших экранах. Длинный и малый для этого веса, где-то 106 футов 1 дюйм. Это где-то 185-186. То есть рост у него. Вот Головкин и пониже. Головкин с сантиметров 177-178 рост. Да, 21 победа у него, ничего кроме них. И причем 18 из них нокаутом. На мой взгляд, на мой взгляд, я об этом и писал в «Портэкспрессе» не раз, что неправильно немножко, на мой взгляд, используют WBA Головкина. А не человек, который, в общем, может побить практически кого угодно. А ему часто подвозят таких соперников не его уровня. Дело просто в том, что еще боец не очень раскручен, вот чисто в пиар-отношении. А звезды, они как бы за небольшие деньги много получать по лицу не согласны. Это не вопрос того, нельзя сказать, что там они все его боятся. Нет-нет-нет, поверьте мне, я знаю этих ребят, там, Мартинеса, кого он боится, ради бога. Вот, никого они не боятся. Они профессионалы, они дерутся за деньги, они платят за это своим здоровьем. Вот, поэтому не надо тут вот выходи подлый трус и так далее, там, все это глупости повторять. Так, ну, у нас начался первый раунд. Смотрите, насколько выше Саймон, чем Головкин. Очень такой здоровый для этого веса. То есть там официально 7 сантиметров разница, может, и побольше. Но видел я когда-то этого Саймона. Не произвел он, честно говоря, у меня ошеломляющее впечатление. И не думаю я, что бой тут особо затянется. Ну да, длинный. Но я что-то вот не вижу, чтобы он умел этим преимуществом... Ой-ой-ой, хорошо, как на джеб прямо караулил момент Головкин. Там Саймон пытался, скажем так, его удерживать на дистанции джебом. Так, показывал, как он может бить джеб, какой он у него длинный. Вот, и Геннадий просто на уровне инстинкта его просчитал. Он увидел, что сейчас будет джеб и пробил справа кросс и все. И еще раз, и еще раз. Низковато руку держит Саймон. Нет, ну если он такие плюхи будет пропускать с самого начала... А Геннадий на каутер. Да, ведь проложил дорогу за своего правого кулака Головкин. По звуку слышно, что удар тяжелый. Опа! Левый боковой. Все, все? Так. По-моему, все. Ой-ой-ой. Нет, ну я как-то подольше рассчитывал. Ну там глубокий нокаут. Абсолютно чистый удар был, который соперник не видел. Не видел, не видел Саймона того левого удара бокового. Да. Давайте сейчас повтор посмотрим, хоть прочувствуем. Баба! Не, ну просто для учебника. Для учебника. Опустил руку, получи, да. Да-да-да, там именно правую руку увел. Вот и все. А вы, между прочим, дамы и господа, учтите одну вещь. Это первый нокаут в карьере Лохуана Саймона. Он провел 30 боев. Вот до этого, это 30-й его бой. Четвертое поражение. Но все вот первые три поражения были по очкам. Причем в таких довольно-таки, ну не тут равных боях. Особенно последний. Вот бой с Родригесом. Нет, не с Родригесом, прошу прощения. С Денисио Мирандой. Был довольно ровный. В общем, даже один из судей отдал победу Саймону. И вот так вот все закончилось. Быстро и бесславно. Ну, Гена он может с любой руки, в любой момент нокаутировать. Даже как-то боем это особо не назовешь. В общем, так получилось, что я вам гораздо больше байки рассказывал сегодня, чем комментировал бой. Комментировать там было нечего. Несколько раз здорово приложился Головкин справа. Поднатаскал, между прочим, на Саймона на это. То есть Саймон ожидал сильных ударов справа. И после этого, по-моему, первый же левый боковой, серьезный, который нанес Геннадий Головкин, привел к нокауту. До сих пор по впечатлениям там почти из ничего сделал нокаут. Гена. Я, по-моему, когда на Олимпийских играх, вот в Афинах, вот он провел бой, и там продолжались поединки. И я его позвал к себе, вот тогда на комментаторское место. Мы что-то там с ним поболтали. Вот, и... Так, ну тут все еще позируют милые дамы с Володей Кличко. Вот, и Гена в жизни производит впечатление человека, который мухи не обидит, просто пожалеет, прежде чем раздавит. Понимаете, вот. Ну, бьет, конечно, он как из пушки с обеих рук. И очень-очень умно он сработал, как я уже сказал, поднатаскал соперника, показал, что будет бить... что бьет справа, что оттуда исходит основная опасность. Саймон уже, так сказать, ждал удара справа и получил слева. Да, достойный чемпион у WBA в этом весе. Мало где он изменился, вот, с Олимпиады в Афинах. Семи лет как не было. Но, это внешнее. Давайте еще раз посмотрим. И вот... Да-да-да-да-да. Даже смотреть больно. Даже смотреть больно. Прям вот... Да, рефери, по-моему, даже не стал открывать счет, потому что ясно, что там было. Совсем небольшой зал, как видите, там. Да, если бы это было в андеркардио Кличко, конечно, все было бы иначе. Ну, надо честно сказать, что в Германии там есть братья Кличко и есть все остальные. Немцы, они нынешние не на национальной почве абсолютно незамороченный народ. И там то, что братья-украинцы волнует их крайне мало. Я просто не представляю себе, чтобы кого-то могли любить больше. Ой, какая там дама за плечом у Володи. плечи такие широкие, не видно нифига. А тут еще и голову мешают. Так, ну ладно. Это, по-моему, другая. Ну ладно. Я что-то отвлекаюсь. Ну, я думаю, на этом мы закончим нашу передачу. Честное слово, я только разбежался и мне самому жалко, что все заканчивается. С большой неохотой прощаюсь с вами. В эфире был обозреватель газеты Спортэкспресс и комментатор канала Боец Александр Беленький. Всего доброго, до новых встреч. Продолжение следует...